Тампонский УЛУС намерен сотрудничать с Нанайским муниципальным районом Хабаровского края. Соглашение об этом было подписано во время делового визита делегации УЛУСа в Хабаровский край. В каких областях могли бы найти точки соприкосновения два муниципальных образования, выяснял Стас Михайлов. Нанайский муниципальный район расположен в 200 километрах к северо-востоку от Хабаровска. Его площадь составляет 27 тысяч квадратных километров. Население более 16 тысяч человек. Из них треть составляют коренные народы севера – нанайцы и удыгейцы. Делегацию из далекой Якутии встречали по нанайскому обычаю – обрядам очищения. От злых духов, чтобы людям добра было, здоровья, чтобы люди не болели. Это издревле от наших предков это все идет. И очищение мы проводим веточками тольника только. Администрация района делает все возможное для сохранения традиций и национального языка коренного населения. Работают в центре прикладного искусства, в фольклорных ансамблях участвует молодежь. Однако по нанайски в селе уже почти никто не говорит. Язык можно услышать в народных песнях. Нанайский район богат природными ресурсами. Гостям показали один из крупнейших в России осетровых рыборазводных заводов. Ежегодно отсюда выпускают 30 миллионов штук молодей киты и до 800 тысяч мальков осетра и калуги. Также представители тампонского улуса ознакомились с производством рыбоперерабатывающего комплекса. Его мощность позволяет перерабатывать до 20 тонн продукции в сутки. Здесь был найден взаимный интерес в поставках сырья и готовой продукции. Я знаю в Якутии очень много речной рыбы. Опыт ее переработки и в том числе и экспорта в Китайскую Народную Республику у нас имеется 10-летний. Поэтому можем наших друзей из Якутии поделиться опытом, обучить. Кроме рыбы район активно занимается лесозаготовкой и переработкой. До 90% ее идет на экспорт. Работает кирпичный завод с мощностью до 2 миллионов штук в год. Активно развивается туристическое направление. Первая встреча – это прежде всего знакомство двух территорий. И говорить о экономических проектах пока рано. Впереди совместная работа. Есть обоюдный интерес, потому что всегда интересно узнать, как в других муниципалитетах, в других регионах что-то есть новое. Есть чему поучиться и у Тампонского района, есть чему поучиться у Нанайского района. Поэтому опыт он бесценен. И это уже, можно сказать, что положительный результат. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.